Сарга 15. История Ведиадхары. Нирвана Ведиадхары. Пхушунда продолжил. Где возникает чувство отдельного «я», появляется и существует все три мира, как в крошечной пылинке возникла целая вселенная Индры. Чувство эго, принимаемое за себя, является изначальной причиной рождения этого иллюзорного мира, подобно голубизне неба. Из крошечного семени чувства эго, поливаемого водой склонностей и желаний, вырастает на горе Брахмы в лесу пустого пространства «Дерево трех миров». Многочисленные звезды – цветы этого дерева, горы в тумане – его побеги, реки – его сосуды и плоды – объекты желаний. Этот мир – катящийся волны в водах чувства эго. Его сладость в чистом сознании, которая видится, как разнообразные объекты, и он разрастается многочисленными желаниями. Звезды его прыски – небо, безграничный океан, существование и несуществование, огромные водовороты, разные горы, волны на его поверхности. Существа трех миров, нарисованные кистью мазки, солнце и луна – пена, вселенные, появляющиеся пузырьки, окруженные множеством опасностей. Земля – подобно каменной скале. Морские птицы, сознающие души, живы, которые в волнении, быстро то ныряют в океан, то выныривают. А океан покрыт множеством удивительных волн старости, смерти, соблуждения и прочего, и украшен множеством брызг тел и других форм, которые то появляются, то пропадают. Мир – это движение ветра чувства эго. Мир – это аромат лотоса чувства эго. Нет разницы между чувством эго и миром, как никогда нет разделения между ветром и его движением, водой и ее текучестью, огнем и его жаром. Мир пребывает в самом смысле чувства эго, и чувства «я» существуют в сердце мира. Они поддерживают существование друг друга как основа и то, что на ней основано. Тот, кто избавится от чувства эго семени мира, пробудившись от нежества, тот сотрет грязь картины мира с холста водой. Воистину, чувства эго не существует в виде адхара. Оно нереально и видится без причины как рога кролика. В безграничном вездесущем брахмане, в котором нет даже следов понятий, чувства эго из-за отсутствия причины никогда не существует. С самого начала творения нет для него причины, и потому чувства эго и прочее нереальны и нигде не существуют, подобно сыну бесплодной женщины. Из-за несуществования причины не существует мира, и из-за несуществования мира остается только чистое сознание, нирвана Абсолюта. Поэтому оставайся в спокойствии и положенствии. При несуществовании мира и чувства эго прекращаются твои понятия о воспринимаемых объектах, и не остается ничего помимо чистого сознания. Что не существует, то не существует, несомненно. Ты есть то спокойствие, которое остается. Ты пробужден. Не подавайся беспочвенному заблуждению. Ты чистое сознание, в котором пропали все непонимания. Ты блажен и неподвижен. Ты вечный Ишвара. Силой Майи даже пространство может стать корой, или мир стать крошечной пылинкой. Такова сарка пятнадцатая. История Видьядхары. Нирвана Видьядхары. Второй части книги шестой об освобождении. Маха Рамаянны Шри Васиштхи. Ведущий к освобождению. Записанной Валмики.